Очень прекрасный псалом, что наш Бог есть Богом-Вседержителем, нашим Господом, да? И эти прекрасные слова прославляли Бога. И давайте мы вместе еще раз скажем слава Богу. Я желаю прочитать один текст Священного Писания. Он записан в книге пророка Исаии в 28 главе. И я буду читать седьмого стиха. «Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры. В введении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительной ублевотиной, нет чистого места. А говорят, кого хочет он учить ведению и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери. Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного и там немного. Зато лепещущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного и там немного. Так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью, и с преисподней сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Всякий верующий в него не постыдится. Вы знаете, когда брат перед началом собрания читал вот этот текст первого послания Петра со второй главы, мое сердце просто задрожало. Почему? Потому что я понял, что Господь еще раз подтверждает, что это то слово, которое нужно говорить Божьему народу. Я, по правде сказать, не помнил, какую главу буду читать, и не знал, какую главу сегодня буду читать. Но когда я услышал эти слова о драгоценном камне, крепко утвержденном, и всякий верующий в него не постыдится. Это те же слова из той же главы, которую на сердце положил мне Господь поделиться с вами. 28 глава, 16 стих. Здесь записаны те же слова, и Петр цитирует эти слова. И это еще одно подтверждение для меня, что это действительно то слово, которое Господь хочет, чтобы мы сегодня услышали. Но я продолжу чуть-чуть читать. Еще несколько стихов. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны, как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узкое одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе перед Симе, разгневается, как на горе Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Те из нас, кто проповедует, знают, что мы получаем проповеди разными способами. Иногда просто мы видим нужду в Божьем народе, и мы хотим говорить об этом. Иногда мы читаем какой-то текст Писания, и Господь что-то начинает нам открывать, мы хотим поделиться с этим. Иногда Господь посылает просто какую-то мысль, и мы начинаем рассуждать о ней, и потом видеть это в Писании, и хотим поделиться с этим. Эту проповедь, тему этой проповеди Господь мне дал довольно необычайно. Однажды я проснулся, это было утром, чуть больше недели назад, в пятницу, это было 5 июня, и я проснулся с одной мыслью в разуме. Вот как только открыл глаза, эта мысль была в моем уме, но что было удивительно, что эта мысль была не на русском языке, это был ряд странных слов на иностранном языке. Я знал, что это не иной язык, как дар Духа Святого, это были слова на иностранном языке. Может, для кого-то они покажутся странными, я потом их прочитаю, но для меня они не были до конца странными, потому что я знал, что эти слова записаны в Священном Писании, иногда для того, чтобы исследовать какой-то текст Писания, я использую тексты оригиналов, и однажды я исследовал этот текст, это было довольно давно, может быть, год назад, я его исследовал в еврейском языке и потом забыл о нем. И вот я проснулся, эти слова звучат в моем разуме, и более того, они звучат и звучат, я стараюсь переключиться на что-то другом, но они продолжают звучать в моем разуме, и эти слова, они записаны здесь, в книге пророка Исаии, 28 глава и 10 стих. Я не знаю, почему, и для меня это до сих пор странно, почему они звучали для меня именно на еврейском языке, но в еврейском языке они звучат довольно интересно. Я вам прочитаю этот текст, это небольшой текст. «Ки цавля цав, цавля цав, кавля кав, кавля кав, заиршам, заиршам». Вот такой интересный текст на еврейском языке, и когда вы внимательно прислушаетесь в этот текст, вы увидите, что этот текст звучит чуть-чуть как детский лепет, не правда ли? Как набор каких-то детских невразумительных фраз. Но на еврейском языке это не просто невразумительные фразы, это действительно то, что написано здесь. «Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного и там немного». Кто же сказал эти слова и почему они были сказаны Божьим народом? Мы видим, что это говорили верующие люди, израильтяне, Божий народ, не правда ли? Почему они сказали эти слова, в каком контексте они их сказали и для чего они их сказали? Мы знаем, что пророк Исаия, он жил во время нескольких царей, и по большей части это было время отступления, за исключением части правления Езекии. Это было время отступления, и поэтому Божий пророк обличал Божий народ во многих грехах. Эти слова записаны в 28 главе. До этого есть 27 глав, в которых Божий пророк Исаия обличает Божий народ за отступление от Бога, за нарушение Божьих заповедей, Божьих постановлений, Божьих правил. Он обличает, обличает, обличает словом от Господа. И даже если мы посмотрим в эту 28 главу, мы можем увидеть, что пророк Исаия обличает Божий народ в нескольких грехах. Самый первый грех, в котором он обличает Божий народ, это грех пьянства. Он говорит, что даже священники пророк и те настолько напиваются, что суждения ошибаются. У некоторых столы наполнены блювотиной, настолько напиваются, что это выходит от них. И все это Божий народ. Израиль. Далее он обличает их за что? За ложь. 28 глава 15 стих. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. То есть они говорили, мы обеспечены, с нами ничего не случится. Мы умеем выкрутиться из любой ситуации. Мы настолько научены лгать, что мы как-то выйдем из любой ситуации. И они хвалились даже этим, что они настолько мудрые для того, чтобы лгать и обманывать. За что он еще обличает их в этой же главе? Он обличает их за хуление и кощунство. Что такое хуление? Это злословие того, что свято. Злословие Бога или того, что свято. Он говорит такие слова. Давайте мы прочитаем. Это 14 стих. Итак, слушайте слово Господне хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. И 22 стих. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Еще один грех, за который он обличает их, это грех. Хуление и кощунство. В народе Божьем было хуление, злословие того, что свято, и кощунство. Что такое кощунство? Это не есть основная тема моей проповеди, я просто несколько слов скажу и коснусь этого. Кощунство – это насмешка или издевательство над тем, что свято. Это высмеивание, попрание или осквернение того, что свято. Приведем несколько примеров. Кощунство может человек проявлять по отношению к Слову Божьему, к субботе, к собранию, к молитве, к вечере Господней, к водному крещению. То есть это насмешливое, пренебрежительное отношение ко всему этому. Например, когда говорится Слово Божие, и кого-то это Слово обличает, он понимает, что он не живет по этому Слову, и он говорит, а я все равно не буду это делать, а ты сам это исполняй. Или что-то подобное. То есть человек отвергает это Слово, насмехается над ним, попирает его своими ногами, говоря образно. Это кощунство. Когда идет молитва, и люди не молятся, но они делятся новостями, или проверяют текст-месседжи на своем телефоне, или имейл, или ищут что-то на своем телефоне. Когда идет молитва, но кто-то достает помаду, начинает мазать свои губы. Это кощунство, это издевательство и насмешка над тем, что свято. Почему? И что такое свято? Свято – это то, что принадлежит Богу, установлено Богом и используется для служения Богу. Это Слово Божие, это молитва. Есть намного больше святых вещей, о которых мы можем поговорить. Насмешка над вечерей Господней, когда человек не в должном состоянии берет ее, когда он неправильно относится к телу Господню, к Господу Иисусу Христу и к Церкви Господней, которая тоже есть тело Господне. Насмешка над водным крещением – это тоже кощунство, когда человек принимает это не по вере, не потому, что он покаялся и по-настоящему хочет служить Богу, а потому, что ему жениться нужно, или за компанию с друзьями, или потому, что его родители заставляют, или по какой-то еще причине. Это кощунство, это издевательство и насмешка над тем, что свято. И Господь говорит очень ясно своему народу – «Не кощунствуйте!» Почему? «Чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли». Господь определил истребление для всей земли. И мы знаем это из Писания, что небеса и земля, написано, что они сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. И сказано, что если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где явится? А кощунник где явится? А тот, кто отвергает Слово Божье, где явится? А тот, кто на молитве не молится, а занимается чем-то другим, рассказывает анекдоты друг другу. Где явится? Будет ли он с Господом? Я сомневаюсь. Если праведник едва спасется. Давайте мы посмотрим на несколько примеров того, что говорил пророк Исаия народу своего времени, и почему они говорили вот эти слова ему. Как я уже сказал, в еврейском языке эти слова «цавляцав, кавлакав» — это звучит как детский лепет, да? И они сделали из этого поговорку, они сделали из этого скороговорку, насмешливую скороговорку. И как только они вспоминали о пророке Исаии, они насмехались над ним и говорят, а, это тот проповедник, цавляцав, кавлякав, который проповедует нам заповедь на заповедь, правило на правило. И они говорили, кого он хочет учить? Мы что, дети маленькие? Мы все взрослые люди. Мы сами себе, господа. Так в Библии даже написано, они так и говорили. Мы сами себе, господа. Мы взрослые. Мы сами знаем, как поступать. Не нужно нас учить. Пришел здесь заповедь на заповедь, правило на правило, цавляцав, кавлакав. Как будто мы маленькие дети. Но вы знаете, Господь гневался на свой народ за такие слова, за такое пренебрежительное, кощунственное отношение к своему слову, которое он посылал через своего пророка, к своему народу. Какое же слово он посылал? И почему оно так не нравилось этим людям? Книга пророка Исаия, 1 глава, 2 стиха. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет, увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Он обличал их в отступлении, в беззакониях, в грехах. Нравилось ли это слово им? Конечно же, нет. Понравилось бы такое нам, если бы кто-то нам такое говорил. Я думаю, тоже не очень, да? О чем еще он обличал свой народ? Давайте откроем 3 главу теперь и прочитаем с 8 стиха. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для чьей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них. И о грехе своем они рассказывают открыто, как садамляне, не скрывают горе душей их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, о беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Нравилось ли это беззаконникам Божьим народе, что он сказал, горе вам будет, вы вкусите за дела своих рук. Конечно, это им не нравилось. Вот почему они перекривляли его, вот почему они насмехались над ним и говорили вот эту скороговорку против него. Господь говорит, за то, что они так говорят, они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и камень, камень притыкания, будет для них камнем соблазна, да? Камень, который для одних будет скалой спасения, они споткнутся об этот камень, упадут, разобьются. Это будет конец, это будет погибель этих людей за то, что они издеваются над Словом Божьим, издеваются над посланниками, провозглашающими это Слово Божье, за то, что они кощунствуют, говоря одним словом. Эти люди хвалились своими грехами. Они не только делали эти грехи, но они хвалились, выставляли их на показ и гордились этими грехами. Не так ли делают сегодня многие в Божьем народе? Они не только сами грешат, но выставляют свои фотографии в социальных сетях на всеобщий осмотр. Это делают не только молодые, но даже и старшие. Сегодня можно увидеть фотографии старших людей, старших женщин, которым по 50 и больше лет, в очень неприличном виде. И они не стыдятся ставить это на всеобщее обозрение. Выражение лиц их свидетельствует против них. Сегодня вы можете увидеть лица многих молодых людей, которые не похожи на лица христиан, которые стоят в неприличной одежде, в неприличных позах, показывают знаками, руками, пальцами, очень неприличные вещи, и лицо у них совершенно не христианское. Это очень печально. Господь гневался за это на свой народ. Господу это не нравилось. За что еще Господь гневался на свой народ? Давайте прочитаем далее третью главу. «И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавую поступью, и гремят цепочками на ногах. Аголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увяслые запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду, и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые, тонкие епанчи, и повязки, и покрывала, и будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут воздыхать, и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. Где-то 700-800 лет до того, как произошло это событие, и Господь изрек это слово в Божий народ. Народ Божий стоял у гори Харива или Синай, и Господь повелел им, снимите с себя украшения ваши, чтобы я мог дальше идти с вами. Снимите с себя украшения ваши. Когда они вышли из Египта, говоря образно из мира, что они сделали? Поснимали с себя украшения по повелению Божьему. Но прошло 700 или 800 лет до времени пророка Исаии и дочерей Сиона невозможно было отличить от идолопоклонниц. Точно такой же внешний вид, точно такие украшения, точно такая одежда. Светлые тонкие епанчи. Вы знаете, что в древности люди умели делать очень тонкий полупрозрачный материал из льна. И они ходили во всем этом. Ходили соблазняя, обольщая взорами. Для чего все это было? Все эти украшения, цепочки, луночки, ожерелья, серьги, даже кольца в носу. Сегодня еще мы не доходим до того, чтобы кольца в носу, но в ушах уже есть. Почему? Почему, когда я вспоминаю, лет 20 назад я был в большой-большой церкви, и большая часть этой церкви она выехала в Америку, но эта церковь занималась активной евангелизацией. И там десятки людей приходили каждую неделю или каждый месяц. По-разному было. Иногда в неделю 10 человек приходило, иногда, может, в месяц 10 человек приходило. Но мне трудно вспомнить одно собрание, в котором бы люди не приходили из мира и не каялись. Вы знаете, что самое первое происходило с ними, когда они приходили из мира, когда они выходили из Египта? И я даже не помню, чтобы братья им много говорили об этом. Они полностью менялись. Не только сердце их менялось, их внешность полностью менялась. Сотни людей пришли из мира, где-то около тысячи людей пришли из мира в эту церковь, и они все абсолютно поменялись. Они перестали краситься, кто стриг волосы, они стали их отращивать, они перестали носить украшения, они стали приходить, и не только в собрание приходить, но вообще ходить, если в городе встретишь в приличной одежде. Почему? Они вышли из мира, и Господь сказал в их сердце, снимите с себя украшения ваши, и они это сделали. Но проходит время, и 20 лет спустя мы находимся здесь, и мы не узнаем Божьего народа, и нету разницы сейчас, почему-то, между мирскими и между верующими. А Писание говорит, вы письмо Христово, читаемое и узнаваемое всеми человеками. В бывшем Советском Союзе это действительно было так. Вы могли из толпы несколько сотен человек сразу заметить, верующих, как братьев, так и сестер. Сегодня это сделать почти невозможно. Что случилось с нами? Нравится ли нам это слово? Конечно, не нравится. Тем людям не нравилось. Они издевались над этим словом, они насмехались, они пренебрегали этим словом. Но давайте зададим себе другой вопрос. А нравится ли Господу, как мы ходим? Что мы делаем? Что мы накладываем на свое лицо, на свои ногти, на свою шею? Нравится ли это Господу? Смотрите, Господу не нравилось когда-то, что дочери Сиона ходят в неприличной одежде, что дочери Сиона обвешивают себя украшениями, и они делают это с определенной целью. Ходят, обольщая взорами, да? И не только взорами, но всем, что на их теле. Нравилось ли это Господу? Нет, не нравилось. Господь сказал, за то, что они так поступают, я их накажу. Придет Божий суд и Божий гнев. Но Божий гнев придет не только на дочерей Сиона. Господь говорит, мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. Подождите, а при чем здесь мужчины, при чем здесь братья? Это они, женщины, грешат. Ева первая согрешила, они так и продолжают, да? А Господь гневается на мужчин тоже. Он говорит, и женщин накажу, и мужчин накажу. За что? Одна из причин, потому что Бог дал власть в семье, мужьям и отцам. Власть управлять своей семьей. Если жены или если дочери ходят в неприличном виде, это ответственность не только их, это ответственность отца. Это грех отца. Это грех мужа, что он разрешает это делать. Я говорил недавно две проповеди об отступлении. Я говорил, почему происходит отступление. Я еще раз повторю, почему оно происходит. Всегда отступление в Божьем народе происходит по двум причинам. Причина номер один – это малодушие и равнодушие лидеров или тех, кто находится у власти. И причина номер два – это когда лидеры сами стараются внедрять отступление в Божий народ. Это две причины. Или они равнодушны к отступлению и малодушны, чтобы остановить его, или же они сами являются инициаторами. И это не только в церкви, тоже в стране происходит. Кто принимает нечестивые законы в этой стране, в которой мы живем? Лидеры, руководители. И это также в семье происходит, друзья. Как семья ведет себя, как жена ведет себя, как дочери ведут себя, как они одеваются, в какой одежде приходят. Это ответственность отцов. Это проблема отцов и мужей. Это наша проблема, братья. Нам нужно покаяться, если это происходит. Нам нужно измениться. Нам нужно занять твердую позицию верности Богу. Неужели это действительно настолько важно для Господа? Есть в Писании знаменитая глава, 20 глава, Исход. Я думаю, кто читает Библию, знает, что там написано, да, в 20 главе Исход. Вот, 10 заповедей, которые перед нами. И вот в этой 20 главе, она не вся содержит 10 заповедей, там записано чуть более. В конце этой главы Господь говорит так, 26 стихом. «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Господь сказал, что нагота не должна открываться перед ним, когда мы совершаем служение. Если кто-то не знает, что такое нагота, давайте мы откроем чуть-чуть далее. Это же книга Исход. Это же книга Исход. И мы прочитаем чуть-чуть ниже. В книге Исход, в 28 главе 42 стиха. «Это то, как должны были одеваться священники, и сделаем им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы». Итак, что должна была покрывать вот эта внутренняя одежда? Телесную наготу. То, что Господь сказал, не должно открыться, если ты всходишь к жертвеннику. Если ты приступаешь ко служению мне, это должно быть закрыто. Что должно быть закрыто? Телесная нагота. И далее Господь объясняет, что это такое. Библия – прекрасная книга. Здесь всё объяснено очень просто, ясно, чётко и конкретно. Для прикрытия телесной наготы от шресл до голени. Голени – это часть ноги, если не верите, можете проверить, от колена и ниже. То есть ниже колена и до низу. Так вот, часть ноги от шресла – это пояс, где начинаются бёдра, и это до ниже колена. Вот вся эта часть должна быть закрыта, включая колени, потому что голень начинается ниже колена. Господь сказал, если ты приступаешь к служению мне, эта часть должна быть очень хорошо закрыта, чтобы не открылась твоя нагота. Нагота – это не стыд и не срам. Есть другие слова в Писании – стыд и срам, которые относятся к каким-то другим частям тела, чуть более личным. Но нагота – это именно вот эта часть. Нога до колена. И это должно быть закрыто. И, кстати, они не только эту одежду имели, они не входили в шортах в святилище. Они имели ещё сверху ризу, которая была прямо донизу, до земли, до самой земли. Но вот эта нижняя одежда, она была своего рода как предохранение. Если вдруг что-то случится, и риза как-то поднимется, может, ветер подует или что, чтобы нагота была закрыта. Для Господа это было настолько важно, что Господь сказал очень серьёзные слова после этого. А ведь наш Бог не меняется. Или меняется, братья и сёстры? Или Он тот же? Или Бог в Новом Завете другой стал? Это был старый Ветхий Бог Ветхого Завета? Нет, друзья, Он не меняется. Он тот же. Если что-то когда-то было Ему противно, это противно Ему и сегодня. И Господу было настолько противно, когда люди открывали свою наготу, приходя к служению к Нему, что Господь сказал, «Я буду поражать их смертью». Было очень чётко и просто. Смотрите. «И да будут они на Аароне и на сынах Его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть». А кто их будет умертвлять? Бог. Это устав вечный для Него и для потомков Его по Нём. Бог очень ревностный Бог или ревнивый Бог. Бог-ревнитель. Когда Надави и Авиуд не так пришли пред Господа, как должно, Он просто поразил их смертью на месте. Когда Анани и Сафира не так пришли, как должно, Он просто поразил их, когда они пришли с обманом. Бог дал это как пример. И если Господь не делает этого сейчас, это ничуть не значит, что Он изменился. Господь говорит, «От того ли ты перестала бояться Меня, что Я долго молчал? Ты делал это, и Я молчал, и ты подумал, что Я такой же, как Ты, и заблечу Тебя, и представлю грехи Твои при лицо Твое». Так говорит Господь. Один популярный американский проповедник, которого многие из нас любят слушать или смотреть, недавно сказал, что Бога тошнит от того, как женщины приходят в собрание. Я полностью согласен с Ним. Я полностью согласен с Ним. Мы должны покаяться и остановиться. Давайте мы посмотрим еще один текст Писания. Это уже будет Новый Завет. Но прежде я скажу несколько слов, почему я говорю на эту тему. Вы знаете, братья не раз сокрушаются. Даже братья-пресвятера приходили к нам на класс водного крещения и говорили об этом. До водного крещения люди одеты в красивую длинную одежду, входят в воду, обещают Богу добрую совесть, идут, переодеваются. Несколько минут после водного крещения они стоят, чтобы их поздравляли в отвратительной одежде блудниц. Почему это происходит? Что такое происходит? Книга притчей, 7 глава, 10 стих. «И навстречу ему женщина в наряде блудницы, друзья, есть наряды блудницы, которые неприличны верующим людям. Если эта одежда открывает вашу наготу, то есть тело выше колена, ваши колени, когда вы стоите, это наряд блудницы, это отвратительно пред Богом. Это неприлично, нельзя так ходить. Особенно в собрании, мы не говорим сейчас о пляже. 1 Петра, 3 глава, с 1 стиха. «Также и вы, жены, поминуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житие он жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Что было украшение святых жен? Молчаливость и повиновение своим мужьям. Что является украшением сегодняшних «святых» жен? Дорогие прически, сережки, накрашенные губы или глаза, накрашенные ногти. Друзья, нам нужно покаяться. Это больше и больше. С каждым годом входит в Церковь Божию. Это очень плохо. Это противно Богу. Но мы находимся в таком состоянии, как та лягушка, которая сидит в кастрюле с водой, которую медленно подогревают. И она и не поймет, что ее сварили. Говорят, если лягушку бросить в горячую воду, она быстро выскочит оттуда. А если воду медленно подогревать, она там сварится, и даже не поймет, что ее сварили. Неужели мы будем в таком состоянии? Давайте прочитаем слова еще одного великого апостола. Слова, которые неоднократно нам напоминаются, но не будет лишним еще раз повторить их. Это 1 Тимофею 2 глава, с 9 стиха. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена прельстившись, пала в преступление». Я помню, как брат Давид не один раз напоминал вот это место, 9 стих, и он делал такое ударение, что в этом 9 стихе дается три стандарта для христианской одежды. Он повторял это не один раз, и я повторю это еще раз после него. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, во-первых, одежда должна быть приличной, это не должна быть одежда блудниц, со стыдливостью и целомудрием». Одежда должна быть со стыдливостью и целомудрием. Мы сегодня говорили о короткой одежде, открывающей наготу снизу, но есть одежда, которая бесстыдная, это одежда, которая открывает наготу сверху, которая открывает живот, или грудь, или плечи, когда люди приходят вообще без рукава на собрание. Один брат из баптистов, он просто сокрушался, он говорит, «У нас на собрание приходят, знаете, в таких маечках, на тонких шнурочках, и даже, простите, без бра. Он старший человек, он просто был вне себя, как такое может быть, и почему это происходит на собрании?» И он говорит, «Это не девушки, это и девушки, и женщины постарше так приходят». Друзья, куда идет христианский мир? Неужели мы будем мертвой рыбой, которая будет плыть вместе с течением? Пусть не будет этого с нами. Что является противоположностью приличной одежде? Это неприличная одежда, надежда, открывающая личные части тела, открывающая наготу, то, что мерзко пред Богом. Что такое противоположность стыдливой одежде? Это бесстыдная одежда, когда люди без стыда ведут себя нагло, показывая это в своей одежде. Одежда с целомудрием. Что противоположно целомудрию? Это разврат или нечистота. Этого не должно быть среди верующих людей. Когда апостол Павел писал первое послание к Тимофею, он сказал такие слова, «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, в столбе утверждения истины, знаем ли мы это сегодня? Хотим ли мы быть послушны этому?» Павел написал Тимофею, чтобы он знал, как нужно поступать, как женщины должны поступать, как мужчины должны поступать, как старицы должны поступать, как старцы должны поступать, как епископа и присвятера должны поступать. Он все это написал в этом послании. Как нужно себя вести в Доме Божьем? Еще на что я хочу обратить наше внимание, что то, о чем говорили апостолы, это не было их учение, это было то, что они выучили от Иисуса Христа. Иисус Христос повелел им идти по всему миру, проповедовать Евангелие и учить у веровавших, исполнять все, что Он повелел им. Не все слова Иисуса записаны в Евангелии. Часть учения Иисуса записана в посланиях. И сегодня мы слышали это учение Иисуса о том, как мы должны ходить, как мы должны быть светом в этом мире, даже в нашей одежде, не говоря уже о наших поступках. Это учение Иисуса. Это Иисус сегодня говорит нам, как мы должны ходить в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием. Это Иисус учит. Кем сегодня будет для нас Иисус? Будет ли Он камнем, в который мы веруем, словам Его веруем, послушны Ему и наследуем спасение, или Он станет для нас камнем преткновения и камнем соблазна? Станем ли мы сегодня говорить, как эти люди, вот снова вышел заповедь на заповедь, правило на правило, надоело уже, тут немного, там немного. Будем ли мы так говорить? Или мы скажем, как когда-то сказал Израиль у горы Синай, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Я думаю, второй вариант намного лучше, да? Хотя мы не должны забывать, что они сказали так, но, к сожалению, не очень долго были послушными. Наше послушание должно быть постоянным. Итак, завтра у нас будет особое событие. водное крещение, вечеря Господня. Я хотел бы призвать каждого приступить к этому со страхом Божиим. Я хотел бы призвать каждого не кощунствовать, не кощунствовать на водном крещении, не кощунствовать на вечере Господней, не насмехаться над тем, что свято, не насмехаться над тем, что принадлежит Богу или через что мы служим Богу. Почему? Если мы не способны или не хотим сделать это ради Бога, хотя бы ради себя. Господь говорит такие слова, это 11 глава 1 Коринфянам. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто если пьет недостойно, тот если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Друзья, давайте мы в этой молитве испытаем себя, осудим себя, чтобы не быть осужденными с миром. Если мы неправильно поступали, если мы неправильно ходили, или если мы, братья, разрешали нашим женам или нашим дочерям, или нашим сыновьям ходить неприлично, ходить непристойно, кощунствовать в собрании, давайте прекратим это, давайте попросим у Бога мужества и смелости стать твердо и сказать, «А я и дом мой будем служить Господу, и для меня Иисус не будет камнем притыкания и камнем соблазна, он будет для меня скалой спасения, потому что я верю Ему, и моя семья будет верить Ему, и мы будем делать все, чему учил Иисус». Давайте будем молиться. Спасибо. 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 Спасибо.